Пятая книга Моисея Пятая книга Моисея И шли мы мимо братьев наших сынов Исавовых, живущих на Сирии, путем равнины от Елафа и Ецеон Гавера, И поворотили и шли к пустыне Моава. И сказал мне Господь, не вступай во вражду с Моавом и не начинай с ним войны, ибо я не дам тебе ничего от земли его во владение, потому что Ар отдал я во владение сынам Лотовым. Прежде жили там Емимы, народ великий, многочисленный и высокий, как сыны Енаковы. И они считались между Рефаимами, как сыны Енаковы. Моавитяне же называют их Емимами. А на Сирии жили прежде Хореи, но сыны Исавовы прогнали их и истребили их от лица своего, и поселились вместо их, так, как поступил Израиль с землей наследия своего, которую дал им Господь. Итак, встаньте и пройдите долину Заред, и прошли мы долину Заред. С тех пор, как мы пошли в Кадес-Варнии, как прошли долину Заред, минуло тридцать восемь лет, и у нас перевелся из среды стана весь род, ходящих на войну, как клялся им Господь. Да и рука Господня была на них, чтобы истреблять их из среды стана, пока не вымерли. Когда же перевелись все, ходящие на войну, и вымерли из среды народа, тогда сказал мне Господь, говоря, — Ты проходишь ныне мимо пределов Моава, мимо Ара, и приблизился к амонитянам. Не вступай с ними во вражду и не начинай с ними войны, ибо я не дам тебе ничего от земли сынов Аммоновых во владение, потому что я отдал ее во владение сынам Лотовым. И она считалась землею рифаимов, прежде жили на ней рифаимы. Амонитяне же называют их замзумимами, народ великий, многочисленный и высокий, как сыны Янаковы. И истребил их Господь пред лицом их, и изгнали они их, и поселились на месте их, как он сделал для сынов Исавовых, живущих на Сеири, истребив пред лицом их Харреев, и они изгнали их, и поселились на месте их, и живут до сего дня. А Аввеев, живших в селениях до самой Газы, Кавторимы, исшедшие из Кавтора, истребили и поселились на месте их. Встаньте, отправьтесь и перейдите поток Арнон. Вот я предаю в руки твои Сигона, царя Исивонского, Аммариянина и землю его. Начинай овладевать ею и веди с ним войну. С сего дня я начну распространять страх и ужас пред тобою на народы под всем небом, те, которые услышат о тебе, вострепещут и ужаснутся тебя. И послал я послов из пустыни Кедемов к Сигону, царю Исивонскому, со словами мирными, чтобы сказать, «Позволь пройти мне землюю твоею, я пойду дорогою, не сойду ни направо, ни налево. Пищу продавай мне за серебро, и я буду есть, и воду для питья давай мне за серебро, я буду пить, только ногами моими пройду. Так как сделали мне сыны Исава, живущие на Сеере, и Муавитяне, живущие в Аре, доколе не перейду через Иордан в землю, которую Господь, Бог наш, дает нам». Но Сигон, царь Исивонский, не согласился позволить пройти нам через свою землю, потому что Господь, Бог твой, ожесточил дух его, и сердце его сделало упорным, чтобы придать его в руку твою, как это видно ныне. И сказал мне Господь, вот я начинаю предавать тебе Сигона и землю его, начинай овладевать землей его. И Сигон со всем народом своим выступил против нас на сражении в Яаце. И предал его Господь, Бог наш, в руки наши, и мы поразили его, и сынов его, и весь народ его, и взяли в то время все города его, и предали заклятию все города, мужчин и женщин и детей, не оставили никого в живых. Только взяли мы себе в добычу скот их и захваченные во взятых нами городах. От Ароира, который на берегу потока Арнона, и от города, который на долине, до Галаада, не было города, который был бы неприступен для нас. Все придал Господь, Бог наш, в руки наши. Только к земле аммонитян ты не подходил, ни к местам близ потока и авока, ни к городам на горе, ни ко всему, к чему не повелел нам Господь Бог наш. Субтитры подогнал «Симон»